Стоицизм В этом видео мы рассмотрим 9 основных принципов стоической философии, которые помогут вам обрести невероятную внутреннюю силу, равновесие и спокойствие, которые уже не подвержены внешнему влиянию. Принцип первый. Рассматривайте препятствия как возможности. Стоики учили, что любое препятствие – это возможность для роста и самосовершенствования. Римский император Марк Аврелий писал, «Помеха для действия становится действием, то, что стояло на пути, становится путем». Эта философия учит нас, что трудности – не просто случайные события, которые нужно преодолеть, а важные этапы на нашем пути, способные сделать нас сильнее. Вспомним пример Иисуса Христа, который превратил свои страдания в символы любви и прощения. Подобно этому, каждый вызов, с которым мы сталкиваемся – это шанс научиться, стать мудрее и вырасти над самим собой. Следуя принципу преодоления препятствий, мы учимся воспринимать каждый удар судьбы как возможность для обогащения нашего опыта. Каждый раз, когда жизнь ставит перед нами трудности, мы можем либо сдаться, либо использовать их для укрепления своей воли и характера. Это учение напоминает нам о том, что наше восприятие событий определяет их влияние на нас. Таким образом, даже самые тяжелые моменты могут стать основой для развития и внутреннего роста. Принцип преодоления препятствий напоминает, что вместо того, чтобы жаловаться на трудности, лучше спросить себя, чему я могу научиться из этого опыта. Этот подход помогает нам взглянуть на проблемы с новой перспективы и найти в них возможности для личностного роста. Когда мы меняем свое отношение к трудностям, они перестают быть источником стресса и становятся ступенями, ведущими нас к большей мудрости и силе. Принцип второй. Не страдайте от воображаемых болей. Большинство наших тревог и беспокойств рождаются не из реальных событий, а из нашего воображения. Мы часто создаем проблемы, которых в действительности не существует, и позволяем им захватывать наше сознание и лишать нас душевного покоя. Стойки напоминают, что многие из наших страхов преувеличены и не имеют под собой реальной основы. Эпиктед подчеркивал. Мы не страдаем от того, что происходит, а от своих представлений о происходящем. Примером этого может быть ситуация, когда мы переживаем о возможных неудачах на работе или в отношениях, даже не столкнувшись с этими трудностями на самом деле. Стойки советуют нам сосредоточиться на настоящем и решать те проблемы, которые действительно существуют, а не те, которые мы лишь вообразили. Практика этого принципа позволяет освободиться от тревог и снизить уровень стресса. Вместо того, чтобы тратить энергию на мнимые страхи, мы можем направить ее на действия, которые принесут реальную пользу и укрепят наше душевное равновесие. Этот подход помогает развить навык отделять факты от фантазий и сохранять спокойствие даже перед лицом сложных ситуаций. Когда мы перестаем одолевать себя выдуманными проблемами, у нас появляется больше внутренних ресурсов для конструктивного решения настоящих трудностей. Научившись управлять своими мыслями, мы обретаем истинную власть над своей жизнью. Важно помнить, что тревоги чаще всего не отражают действительность, а являются лишь искаженными мыслями, которыми мы сами себя обманываем. Стойки учат нас смотреть на вещи с ясностью и объективностью, что позволяет снизить влияние негативных мыслей. Размышляя о своих страхах, мы можем задать себе вопрос. Насколько процентов вероятность, что это действительно произойдет? Таким образом, мы учимся видеть реальность такой, какая она есть, а не такой, какой она кажется. Применяя эти принципы, мы становимся более устойчивыми к стрессам и способны справляться с жизненными вызовами, не теряя душевного покоя. Третий принцип. Примите непостоянство. Жизнь — это поток, который постоянно движется, подобно реке, где каждое мгновение несет перемены. Все вокруг нас меняется. Окружение. Люди. Стойки утверждают, что цепляться за стабильность — это иллюзия, которая приносит лишь разочарование и страдания. Принятие непостоянства позволяет нам быть открытыми к изменениям и обретать внутренний рост. Идея постоянства мешает нам наслаждаться настоящим, ведь мы либо сожалеем о прошлом, либо тревожимся о будущем. Вспомним, как непросто бывает примириться с окончанием отношений или сменой места работы. Однако понимание неизбежности перемен помогает нам не застревать в отрицании и сожалениях, а спокойно принять новые обстоятельства и двигаться вперед. Приняв этот принцип, мы учимся видеть перемены не как угрозу, а как естественную часть жизни, что позволяет сохранять спокойствие и гибкость в любой ситуации. Стоики подчеркивали, что единственное постоянное в нашем мире — это сама изменчивость. Научившись принимать и приветствовать перемены, мы освобождаемся от страха неизвестного и становимся способны быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Это дает нам возможность не упустить драгоценные моменты настоящего, проживая жизнь в полной мере, а не только ожидая или сожалея о прошлом. Когда мы принимаем непостоянство как неизбежную часть существования, мы развиваем способность смотреть на трудности с новой перспективы. Вместо того, чтобы бояться изменений, мы начинаем искать в них возможности для роста и улучшения. Эта перемена в восприятии помогает нам строить более глубокие отношения и находить радость в каждом моменте. Когда мы становимся более гибкими и открытыми к изменениям, жизнь наполняется новыми красками и смыслом, позволяя нам полностью раскрыть свой потенциал и жить с большей осознанностью. Принцип номер четыре. Овладейте искусством отпускания. Многие ситуации в жизни находятся вне нашего контроля. Стойки учили отпускать то, на что мы не можем повлиять, и сосредотачиваться на том, что зависит от нас. Это проявление силы, а не слабости. Отпуская прошлое, мы освобождаем место для нового и лучшего. В нашей жизни есть примеры. Переживания о словах, сказанных в наш адрес, или сожаления о принятом решении. Стойки учат нас отпускать эти переживания, ведь они только отвлекают и истощают нас. Вместо этого мы можем направить энергию на личное развитие и созидание. Принцип контроля над собой, а не над внешними обстоятельствами, помогает нам сохранять спокойствие и внутреннюю свободу даже в самых сложных ситуациях. Этот принцип напоминает, что многие тревоги и стрессы исчезают, когда мы перестаем цепляться за невозможное. Когда мы отпускаем то, на что не можем повлиять, мы обретаем душевный покой и открываемся для новых возможностей. Сосредоточившись на том, что в наших силах мы становимся более эффективными и уверенными в своих действиях, это не значит, что нужно игнорировать проблемы. Напротив, стоики призывали активно решать те вопросы, которые находятся в нашей власти. Ключевой момент в том, чтобы четко разграничивать, что мы можем и чего не можем контролировать. Такой подход помогает нам не только преодолевать жизненные трудности, но и воспринимать их как стимул к развитию. Мы можем использовать сложности как возможности для роста, учась на собственных ошибках и опыте. Постепенно мы осознаем, что именно в нашем отношении к жизни заключается истинная сила, а не в обстоятельствах, которые мы не можем изменить. Научившись отпускать, мы создаем пространство для новых начинаний и идей, что, в свою очередь, обогащает нашу жизнь. Каждый раз, когда мы выбираем спокойствие, мы делаем шаг к более осознанной и счастливой жизни. Пятый принцип. Практикуйте ежедневные размышления. Регулярные размышления о своих мыслях, поступках и эмоциях помогают нам лучше понять себя. Это фундаментальный инструмент саморазвития. Как и древние стоики, мы можем вести дневник, анализируя свои ошибки и успехи. Такая практика позволяет выявить, что нас беспокоит, что радует и что мы можем изменить. Например, вечером можно вспомнить, какие эмоции преобладали в течение дня, почему возникли те или иные переживания и как их можно преобразовать. Эти размышления помогают сохранять внутреннюю устойчивость. Записывая свои наблюдения, мы получаем возможность отслеживать шаблоны и тенденции в своем поведении. Это позволяет нам выявить свои сильные и слабые стороны, а затем планомерно работать над собой. Такая рефлексивная практика также помогает нам осознать, что многие наши проблемы носят временный характер и в конечном итоге разрешаются сами собой. Осознание этого придает нам больше спокойствия и помогает не драматизировать текущие трудности. Анализируя прошлый опыт, мы обретаем ценные уроки, которые можем применять для преодоления будущих вызовов. Это позволяет нам расти и развиваться, становясь мудрее и сильнее с каждым днем. Наконец, регулярное самонаблюдение помогает нам лучше понять свои истинные ценности и жить в большей гармонии с ними. Постепенно мы учимся реагировать на события жизни с большим спокойствием и объективностью. Со временем этот процесс помогает нам развивать эмоциональную устойчивость, позволяя преодолевать жизненные трудности с уверенностью и решимостью. Мы начинаем понимать, что каждая ситуация – это возможность для роста. И каждое переживание, даже самое болезненное, может стать источником мудрости. Таким образом, постоянное саморазмышление формирует не только нашу личность, но и наше восприятие мира вокруг нас. Принцип 6. Культивируйте внутренний мир. Регулярные размышления о своих мыслях, поступках и эмоциях помогают нам лучше понять себя. Это фундаментальный инструмент саморазвития. Как и древние стойки, мы можем вести дневник, анализируя свои ошибки и успехи. Такая практика позволяет выявить, что нас беспокоит, что радует и что мы можем изменить. Например, вечером можно вспомнить, какие эмоции преобладали в течение дня, почему возникли те или иные переживания и как их можно преобразовать. Эти размышления помогают сохранять внутреннюю устойчивость. Записывая свои наблюдения, мы получаем возможность отслеживать шаблоны и тенденции в своем поведении. Это позволяет нам выявить свои сильные и слабые стороны, а затем планомерно работать над собой. Такая рефлексивная практика также помогает нам осознать, что многие наши проблемы носят временный характер и в конечном итоге разрешаются сами собой. Осознание этого придает нам больше спокойствия и помогает не драматизировать текущие трудности. Анализируя прошлый опыт, мы обретаем ценные уроки, которые можем применять для преодоления будущих вызовов. Это позволяет нам расти и развиваться, становясь мудрее и сильнее с каждым днем. Наконец, регулярное самонаблюдение помогает нам лучше понять свои истинные ценности и жить в большей гармонии с ними. Внутренний покой — это не случайное состояние, а результат осознанной работы над собой. Марк Аврелий описывал это состояние как «спокойное озеро в горах, которое остается непоколебимым, несмотря на внешние бури». Принимая то, что мы не можем изменить, и концентрируясь на собственных мыслях и поступках, мы создаем это спокойствие внутри себя. В практическом смысле это означает отпускать внешние тревоги, фокусироваться на настоящем моменте и не поддаваться эмоциям, которые нас захватывают. Такая внутренняя стабильность позволяет нам выстоять перед любыми испытаниями и сохранять ясность ума даже в самые трудные времена. Эта способность контролировать свои реакции и оставаться хозяином своих эмоций — одно из главных достижений на пути самосовершенствования. Когда мы освобождаемся от власти своих тревог и страхов, мы открываем доступ к глубокому внутреннему ресурсу, который дарит ощущение безмятежности и наполненности жизнью. Седьмой принцип. Не создавайте свои расстройства. Регулярные размышления о своих мыслях, поступках и эмоциях помогают нам лучше понять себя и служат инструментом саморазвития. Вдохновляясь древними стойками, мы можем вести дневник, анализируя свои ошибки и успехи. Такая практика выявляет, что нас беспокоит и радует, а также что мы можем изменить. Например, вечером можно вспомнить, какие эмоции преобладали в течение дня и как их можно преобразовать, что помогает сохранять внутреннюю устойчивость. Записывая свои наблюдения, мы отслеживаем шаблоны в поведении и выявляем свои сильные и слабые стороны, что позволяет планомерно работать над собой. Благодаря этому процессу саморефлексии, мы становимся более осознанными и внимательными к своим реакциям на внешние обстоятельства, что открывает путь к личностному росту. Внутренний покой – это результат осознанной работы над собой. Принимая то, что мы не можем изменить, и концентрируясь на собственных мыслях, мы создаем это спокойствие внутри себя. Нередко мы сами раздуваем незначительные проблемы до масштаба катастрофы. Истоики напоминают – все начинается с мысли. Осознание таких моментов позволяет нам отказаться от ненужных тревог и обрести внутренний покой. Эта внутренняя стабильность позволяет нам выстоять перед любыми испытаниями и сохранять ясность ума даже в самые трудные времена. Применяя эти принципы в повседневной жизни, мы можем достичь большей гармонии и удовлетворения, а также научиться жить в соответствии с нашими истинными ценностями. В итоге, этот путь самосознания становится не только методом борьбы с трудностями, но и способом наслаждаться каждым моментом жизни, что делает наше существование более полноценным. Принцип 8. Сосредоточьтесь на том, как, а не на том, что. Стоики подчеркивают, что важно не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. Наше отношение к процессу влияет на нас больше, чем сам результат. Постоянная гонка за успехом часто приводит к разочарованию. Ведь внешние достижения могут оказаться мимолетными. Стоическое отношение предполагает внимание к текущему моменту и акцент на том, что мы можем контролировать. Например, когда мы достигаем цели, радость может быть кратковременной, но удовольствие от того, что мы отдали себя делу, остается. Этот фокус на процессе позволяет нам наслаждаться каждым шагом, который мы предпринимаем, и видеть ценность в усилиях, даже если итог не оправдывает ожиданий. В конечном счете, именно путь, а не пункт назначения, формирует наш опыт и обогащает нашу жизнь. Стоики учили, что даже в самых трудных ситуациях можно найти смысл и благородство, если мы сосредоточимся на том, как мы реагируем и как ведем себя. Это открывает перед нами возможности для личностного роста и самосовершенствования. Умение ценить процесс позволяет нам лучше справляться с трудностями и находить радость даже в рутинных задачах. Когда мы принимаем такую философию, мы освобождаемся от давления постоянной необходимости достигать успеха, и вместо этого находим удовлетворение в самой деятельности. Таким образом, мы не только становимся более счастливыми, но и создаем более значимые и долгосрочные результаты в своей жизни. Кроме того, стоическая практика предполагает постоянное самоанализ и размышление о своих поступках. Это позволяет нам лучше понимать свои цели и мотивации, а также корректировать свои действия в соответствии с нашими истинными ценностями. Осознание того, что процесс важнее результата, помогает нам развивать терпение и стойкость в сложные времена. Мы учимся воспринимать неудачи как часть обучения, что позволяет нам не бояться рисковать и двигаться вперед. В конечном итоге, именно такой подход ведет к глубинным переменам в нашей жизни, делая нас не только успешными, но и гармоничными. Девятый принцип – отдавайте предпочтение рациональности перед эмоциями. В моменты, когда наше внутреннее спокойствие подвергается испытанию, важно обратиться к разуму. Эмоции могут быть очень сильными, но часто они мешают принимать обдуманные решения. Эпиктет писал, что эмоции – это наши внутренние шторма, и мы должны научиться их укращать. Это не значит игнорировать свои чувства, но важно научиться находить баланс между разумом и эмоциями. Например, когда мы сталкиваемся с гневом или обидой, мы можем задать себе вопрос, насколько это рационально. Стоики советуют отдавать предпочтение взвешенным действиям, которые приводят к внутреннему покою. Нам следует помнить, что эмоции – это не наши враги, а естественная часть человеческого опыта. Они могут служить сигналами, указывающими на то, что что-то требует нашего внимания. Вместо того, чтобы подавлять их, мы можем научиться наблюдать за ними с позиции наблюдателя. Этот подход позволяет нам не отождествляться с нашими эмоциями и не действовать импульсивно. Чем больше мы практикуем осознанность в отношении своих эмоций, тем легче становится их регулировать. Таким образом, мы создаем пространство для более ясного и трезвого мышления, что в конечном итоге приводит к более осознанным решениям. Важно помнить, что контроль над эмоциями не означает их подавление. Это скорее про то, как мы можем направить их в конструктивное русло. Когда мы способны сохранять спокойствие и ясность ума, мы открываем двери для более глубокого понимания себя и окружающего мира. Такой подход помогает нам укреплять нашу внутреннюю устойчивость и избегать ненужного стресса в трудных ситуациях. Стоицизм — это не просто философия. Это целая система принципов, которая позволяет нам оставаться уравновешенными в любой ситуации. Применяя эти принципы в повседневной жизни, мы можем обрести внутренний покой, независимый от внешних обстоятельств, и ощущение силы, которая всегда будет с нами, даже если все вокруг меняется. Каждый день — это возможность сделать шаг к более гармоничной и осознанной жизни. Начните с малого. Наблюдайте за своими мыслями, изучайте свои реакции, развивайте внутренний мир. Эти практики могут привести к глубоким переменам в вашей жизни и сделать вас устойчивыми к стрессам и трудностям. Не забывайте, что на этом пути важно делиться своими мыслями и открытиями. Поделитесь в комментариях, какие принципы вы уже применяете или готовы попробовать. Вместе мы можем вдохновить друг друга на пути к внутреннему покою и гармонии. Если вам интересны идеи стоицизма и вы хотите получать больше вдохновения для личностного роста, подписывайтесь на канал «Мудрость стоицизма». Давайте вместе углубляться в эту философию и открывать новые горизонты для себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!